Коллеги, здравствуйте! Сегодня мне бы хотелось рассказать вам немного о нашем курсе и дать некоторые рекомендации по подготовке для того, чтобы вам было удобнее заниматься и вы занимались более эффективно. Итак, какие вопросы мы с вами сейчас обсудим? Первое, с чего начать, это те шаги, которые необходимо сделать до начала подготовки. Далее идет непосредственно ваша подготовка. И последнее, это дополнительные ресурсы, к которым можно обращаться для расширения своих знаний, может быть, где-то для применения, в том числе МСФО на практике, потому что, в принципе, мы понимаем, что есть задача получить диплом и в дальнейшем его в реальной жизни использовать, а не просто повесить красиво на стеночку или положить на полочку. Итак, с чего начать? Ну, во-первых, коллеги, если вы только знакомитесь с экзаменом Дипифор, в принципе, с СССР, да, прекрасная организация, конечно, следует посетить их сайт, почитать требования к кандидатам. Далее у меня есть ссылка на сайт, там, в общем-то, легко ориентироваться, да, все интуитивно понятно. В том числе вы можете познакомиться с минимальным набором входящих, скажем так, знаний, которые требуются для этого экзамена. То есть это экзамен для людей, скажем так, подготовленных. Не обязательно, чтобы вы знали МСФО, но у вас должен быть опыт работы соответствующий, либо образование соответствующее. Поэтому, ну, многие у нас кандидаты и студенты, с которыми я занималась, к сожалению, такого опыта не имеют. Ну, в трудовых книжках по-разному, да, должности расписаны, и понятно, что есть моменты, когда человек может, может быть, получить какую-то справку там об окончании какого-то образования на самом деле, его не получая, или, может быть, получал его очень давно и забыл. В общем, есть определенные вещи, которые вам необходимо будет в таком случае вспомнить обязательно, либо, ну, что сказать, выучить. Да, то есть это те вещи, которые считаются фундаментом, и предполагается при изучении Дипифор, что вы пришли уже на обучение с этими знаниями. Значит, коллеги, если у вас их нет, нужно найти дополнительные источники для обучения. Ну, я думаю, что на эту тему литературу предостаточно, потому что это действительно основы. Мы, конечно, в свою очередь, всячески будем стараться способствовать этому. Если пожелания будут, ну, скажем так, не найдете хороших источников, всегда можно к нам обратиться, мы что-то посоветуем, что-то будем стараться выкладывать, в том числе на свой сайт. Значит, во-первых, это основы бухгалтерского учета. Как бы красиво не звучали международные стандарты финансовой отчетности, в любом случае это составление отчетности, это бухгалтерский учет. Очень желательно, чтобы основы бухгалтерского учета вы знали, иначе вам потом просто сложнее будет воспринимать информацию. Я не говорю категорично, что это вот нельзя так делать, но вам будет сложно. Лучше начать с этого, с малого, чтобы потом перейти к большему. Значит, обязательно бухгалтерские проводки, дебет, кредит, вы должны с ними познакомиться, понимать, что они всегда идут в ноль. Это очень удобный инструмент на самом деле. Я ввела несколько групп, в которых у нас были финансисты, и они мне говорили, мы не знаем проводки, нам это неудобно и неинтересно. И мы старались как-то давать им не проводками, а там статьями отчетности, как-то вот объяснять по-другому. Я сразу хочу сказать, это неудобно. Проводка всегда вас проверяет, если вы бухгалтер, вы понимаете, о чем я говорю. Дальше, составление отчетности. Значит, вот это взаимодействие показателей, понимание того, что если вы с точки зрения проводок уже подходите, бухгалтерских дебет, кредитов, вы подходите к проводке, к отчетности, вы понимаете, что у вас не может быть ситуация, когда вы можете составить баланс и не можете, допустим, составить отчеты про болях и убытках. Вы понимаете взаимосвязь форм. Вы понимаете, что одно без другого не бывает. Вы понимаете, что проводки не может быть одной ноги. И если она делается, какая-то проводка, допустим, у вас там признание выручки, дебет, дебиторская задолженность, кредит выручка, то есть одна нога у вас пошла в баланс, другая в отчет о прибылях и убытках. Вот такие вещи, они не связаны, связаны не столько с международными стандартами, это в принципе основа бухгалтерского учета, неважно какого, национального учета или, может быть, международного, правила одни и те же. И лучше с этими правилами изначально познакомиться. Ну и последний момент, которому уделяется особое внимание, и также в программе по умолчанию считается, что вы знакомы с этим вопросом, это дисконтирование. Такое понятие мы будем встречать сплошь и рядом во многих стандартах и задачах. Здесь речь идет о временной стоимости денег. То есть это идея того, что, как мы говорим, 100 долларов сегодня, это не 100 долларов завтра. То есть мы понимаем, что сегодняшняя стоимость, то есть если мы платим сейчас, это нам будет стоить дешевле, чем если мы будем платить через 3 года. Если у нас с вами есть какая-то отсрочка, мы здесь говорим о долгосрочных отсрочках, то, конечно, вот в эту отсрочку, вот в эту сумму будет заложена какая-то финансовая составляющая. То есть, собственно говоря, мы, по сути, с вами берем какой-то кредит. Мы понимаем, что никто не будет ту же стоимость, которую есть сегодня, закладывать через 3 года. Ну, во-первых, есть инфляция, есть риск невозврата денег, прочие какие-то моменты риска. И понятно, что в этом случае всегда мы считаем, что вот эти стоимости сегодня и стоимость через 3 года, они будут разными. То есть там будет какой-то элемент финансирования. И здесь разные варианты могут быть. У вас может быть один платеж через 3 года, а может быть вы платите так называемыми аннуитетами. Это когда у вас платеж одинаковый каждый период. Но у нас на экзамене обычно платежи раз в год, поэтому тут такая чуть упрощенная схема. Вот такие моменты. Здесь, в принципе, даже вам искать, я думаю, каких-то дополнительных ресурсов не нужно. В одном из наших пунктов, непосредственно нашей программы, есть дополнительный такой материал, дисконтированная стоимость. Есть к нему расчет по вопросам, скажем так, предварительно, отправлялась уже несколько групп у нас с этим документом, знакомились. И вот те вопросы, которые у них возникали, те расчеты, которые там были непонятны, они разложены у нас в дополнительном материале в Excel. Мы там все на формулах расписали, чтобы было понятно, откуда какие цифры взялись. Вот, пожалуйста, тоже с этим материалом ознакомьтесь. Так, это что? С чего начинаем? Дальше переходим мы к основному нашему курсу. У нас, соответственно, есть видео лекции. Ну вот в таком виде они все. То, что вы сейчас слышите, видите на экране. По каждому, соответственно, по каждой теме. Причем обратите, пожалуйста, внимание на программу. Вот здесь у меня, соответственно, весь материал, который есть в курсе. Мы не пропускаем ни одного стандарта. Есть такая методика. Во многих учебных центрах, особенно если это очные занятия, есть какие-то вещи, которые даются на самостоятельный разбор. Ну, допустим, какие-то стандарты, которые нечасто тестируются. Да, что-то проходит на уроках, что-то вы берете домой. У нас разложено все. Тут у вас всегда есть и лекции, и всегда есть задачи, если она хоть раз была на экзамене. И посмотрите, пожалуйста, также на структуру. Значит, у нас каждая с вами папка пронумерована. Это рекомендация, в том числе, в каком порядке желательно изучать материал. Вы можете, конечно, у вас весь материал на руках, в любой момент перейти в любую папку и начать изучать любую тему, которая вам в данный момент интересна. Но рекомендация идти последовательно. Мы старались, конечно, исходя из этого, излагать материал. Ну, например, вот есть зависимость между папкой 5 и 6, а основные средства не материальные активы, потому что мы понимаем, что материал в основном повторяется, поэтому лучше сначала посмотреть основные средства, а потом наложить уже просто какие-то разницы. вот то, с чем есть по сравнению с этим стандартом. Безусловно, так не всегда, конечно, получается, потому что стандарты не оторваны друг от друга на 100%. Иногда нам для изучения какого-то одного стандарта нужно понимание другого стандарта. Поэтому вы, конечно, можете и должны будете периодически возвращаться назад. То есть, условно говоря, когда вы дошли до консолидации, вы на ней достаточно долго будете зависать, там очень большой просто объем информации, конечно, полезно потом будет периодически возвращаться, опять же, повторить выручку, какие-то вопросы финансовый инструмент. То есть, по мере того, ну, память вообще такое имеет свойство, по мере того, как вы изучаете новую информацию, у вас еще проходит время, вы забываете старую информацию. И просто пройти последовательно по всем темам этого мало. То есть, нужно будет постоянно освежать в памяти у себя все предыдущие курсы. Поэтому мы не делаем вот такой подход, когда, знаете, есть такое последовательное прохождение модулей, но вернуться вы можете, а вот вперед вы пойти не можете. Вы всегда в любой момент где-то в лекции услышали, ага, это там стандарт какой-то вот такой, а вы его еще не знаете, и вам стало интересно. Вот я знаю, у меня тоже так бывает. Вот хочу здесь и сейчас. Вот есть желание, пока есть желание изучить какой-то материал, а такое бывает, вот когда войдешь во вкус, в интерес, нужно им пользоваться. Нужно им пользоваться, и доступ есть у вас всегда ко всем материалам курса. Это удобно. Так, соответственно, конспекты. Что я подразумеваю под конспектами? Вопрос часто возникает такой. Коллеги, а где же учебник? Значит, мы в этом курсе, ну, поскольку решили сэкономить ваше время, ваши деньги, в том числе и, ну, деньги, наверное, издательств, да, собственно, чем-то надо было экономить, чтобы в итоге вот как-то соблюсти такой баланс, да, значит, учебников как таковых в традиционном его понимании нет. Конспект – это вот как раз-таки те лекции, которые вы видите в презентации. И здесь, собственно, собрана вся информация, которая вам необходима. Ее здесь достаточно абсолютно для того, чтобы сдать экзамен. Вы всегда эти материалы, если вам неудобно смотреть на экран, или дополнительно, может быть, кто-то хочет, да, можно всегда распечатать этот материал и носить с собой. Ну, допустим, едете в транспорте, вам неудобно, ну, нет у вас какого-то электронного такого девайса, там, планшета, на котором удобно читать. Или, может быть, с экрана не воспринимать. Есть такое, да. Пожалуйста, распечатывайте, делайте заметки в любом формате. В принципе, я рекомендую делать два слайда на одну страницу. Это очень удобный формат. Из него потом можно сделать так называемый pocket notes. Знаете, есть такое понятие. Карманная книжечка. Да, когда пополам листочка разрезают, и у вас получается такой формат не А4, а в два раза меньше, который можно и в сумочку удобно положить, куда-то в барсетку, даже вот в карман, может быть, где-то, да. Вот таким образом вы пользуетесь. То есть наши презентации, это и есть наши конспекты. Зачастую в учебниках у нас очень много информации, которая вам не нужна на экзамене, очень много информации, которая повторяется, и поэтому мы решили от этого отказаться. Итак, следующий очень важный ресурс, настолько важен, что у меня выделен жирным шрифтом, это экзамены прошлых лет. Вы их также можете найти и в нашем курсе. Мы честно признаемся, что мы здесь не сделали вам никакого особенного подарка. Мы просто скачали их с сайта, ну, скажем так, немножко облегчили вам труд тем, что просто вам не нужно скачивать это все с сайта, а можно взять в одной папочке, уже распечатать, в котором в виде, по датам все разложено. Вот в этом, наверное, удобство. В принципе, вы всегда можете пойти на сайт ECCA и в свободном доступе, вот ссылочка здесь есть, взять эти экзамены прошлых лет. Там же вы можете найти прочую информацию, я об этом еще говорила, когда рассказывала о структуре экзамена. Есть отчет экзаменатора, после каждой сессии экзаменатор разбирает основные ошибки кандидатов. Я рекомендую вам это делать, тоже читать. У нас, как правило, преподаватели только этим занимаются. На самом деле, этот отчет, он, в общем-то, пишет и для кандидатов, чтобы люди понимали, какие основные ошибки, и уже их старались не делать. Ну и, коллеги, последний момент, ну, здесь он указан последним, не менее важный, я думаю. Всегда, в любом случае, если вы что-то не поняли и в чем-то не разобрались, вы, пожалуйста, пишите вопрос преподавателю на нашу электронную почту. Вопросы будем выкладывать, в том числе, на сайт, делать некую такую библиотеку вопросов, чтобы следующим кандидатам было понятнее. Мы будем анализировать ваши вопросы, стараться наш курс улучшить, ну, по итогу, может быть, каких-то и вопросов, в том числе ваших пожеланий. Поэтому не стесняйтесь, в любое время суток, независимо от вашего времени, да, понятно, что мы в разных поясах с вами можем находиться, вы можете написать вопрос на электронную почту, мы постараемся максимально оперативно, но обычно это не больше суток, ответить на ваши вопросы. Коллеги, это основные ресурсы, и последние моменты, есть еще дополнительные, я думаю, что тем более, раз вы собираетесь заниматься этим на практике, вам полезно с ними познакомиться. Ну, во-первых, это сами стандарты. Можете почитать, ради интереса посмотреть, убедиться, что мы не что-то там свое ради депифры придумали. Все, что мы говорим, это на самом деле то, что написано в стандартах. Дальше мы просто пытаемся это переложить на задачи. Безусловно, стандарты, как правило, они просто шире, они дают еще какую-то специфику, какие-то нюансы, которые, опять же, для сдачи экзамена не нужны. Вы в итоге понимаете, когда вы тоже на практике сталкиваетесь, понимаете, что да, экзамен, он достаточно сложный, но при этом жизнь, она еще сложнее. Поэтому, в принципе, мы вот, ну, насколько смогли вам, опять же, тут этот момент облегчили. Значит, на русском языке я могу вам предложить сайт Минфина, ну, поскольку сама работа в российской практике, я понимаю, что, может быть, и на других национальных сайтах тоже, в том числе, есть русский перевод, но вот наш такой, скажем так, причем он официально одобренный Минфином, он, соответственно, вот находится на этом сайте. Минфин.ру. На английском языке, собственно, сам вот источник, да, этих знаний, это сайт FRS.org, там собраны все стандарты, очень интересно, там и новости всегда прописаны, и всегда вы можете увидеть вот эти вот шаги, когда у нас вывешивается какой-то драфт стандарта для обсуждения, потом итоги обсуждения, планы на будущее, то есть можно посмотреть, когда планируется выпуск стандарта, вот какие-то такие вещи, но минус этого сайта в том, что он на английском, не всегда у нас люди достаточно владеют, ну, настолько там, тем более финансовым английским языком, поэтому, ну, мы в свою очередь тоже стараемся какие-то особо интересные, актуальные новости переводить и выкладывать на свой ресурс, для того, чтобы вы могли познакомиться. Если английским владеете, то, пожалуйста, welcome, очень хороший ресурс, много информации полезной. Ну, из прочей еще информации, я бы рекомендовала вам сайт EAS+, это сайт компании Deloitte, это одна из компаний большой четверки, аудиторской консалтинговой компании, которая вот непосредственно также занимается МСФО-отчетностью, аудитом отчетностью, составлением, какие-то консультационные услуги в этой области оказывает. Значит, здесь сайт-источник на английском языке, у них на самом деле есть еще под ресурсы, когда вы можете выбрать свой язык, информации там будет меньше, то есть не все стопроцентно переведено, ну, я сразу хочу сказать, но, тем не менее, какие-то вещи полезные также можно и на русском языке. Если, опять же, английским владеете, то вообще это очень здорово, и там очень много полезной информации, и про формы отчетности они выкладывают, вот те, которые мы также вам на курсе предлагаем, и какие-то новости, и исследования, да, какие-то проводятся опросы, исследования, ну, в общем, интересные такие статьи, интересные брошюры, я вам очень рекомендую с ними также знакомиться, просто дополнительно для расширения своих знаний. Ну что ж, коллеги, на этом все. Приятного вам обучения, приятного просмотра наших лекций, ждем всегда ваши вопросы, пожелания, и надеюсь, что материал был для вас полезен, и увидимся на следующих лекциях.